Напряжение на Троицкой растет. Сегодня, когда из-под завалов начали извлекать тела погибших, ситуация и вовсе накалилась до предела. Эта мама – одна из пропавших без вести. Она потеряла сознание и женщину забрала скорая. Поиски не прекращаются ни на секунду, но прогнозы экспертов неутешительны. По словам замначальника управления ГСЧС, надежды найти под завалами живых людей уже нет. Все помещения, куда не добрался, огонь, где теоретически могли спастись пропавшие, без вести уже проверили. Сейчас на месте трагедии пытаются установить, на каком этаже и в какой аудитории могли находиться остальные пропавшие. Тяжко это сказать, но надеи нет. Все помещения, которые остались целыми, все обслуживания. Никого не найдено. До каких-то мест удалось достаться. Комментарии, сточок того, что находятся люди в подвале. Вчера с одного боку подвала было откачано 80 кубов воды за допомогой мотопомпы, потому что важная техника не может зайти в дверь. Еще утром, по словам спасателей, более 80 кубов воды из подвальных помещений почти полностью откачали. Продолжают разбирать завалы и вывозить мусор. Для этого содействовали специальную некрупногабаритную технику. Вот этот трактор называют робот. На нем удалось проехать варку, которая частично обвалилась. Уже вывезли с места происшествия более 300 кубических метров завалов. На данный момент есть сложность в проведении огляда места подии, в том плане, что до сих пор пожежа полностью не погашена. И вот так, как мне сказали, годину назад, знову ж таки, почали ее тушить водой, и слідчие призупинили огляд места подии. Сейчас спасатели разбирают конструкции верхней части здания и продолжают осматривать первые и последние этажи. Регулярно измеряется уровень колебаний устойчивой стены, поскольку до сих пор существует угроза обрушения. Завтра обещают подключить крупногабаритную инженерную технику. Складывается операция тем, что есть загроза обвалов несущих конструкций. На каких этажах? Есть загроза всей будильной, что могут разрушить камни из породы. На верхних поверхах, 5-6 этажа, еще есть элементы деревьяных конструкций. Экспортная группа проведена замеры уровней колебаний, конструкций, строительства и стейкости. Сегодня будет сделана повторная экспертиза, потому что дальняя стенка рухается, и оно неможливо туда отправить литовников, чтобы, не дай бог, мы своих людей там не залишили. Сейчас руководители спецподраздела Киевского пытаются завалить внутреннюю стенку, чтобы могли туда зайти люди, потому что внутренняя стенка колыхается. В общем, за трое суток работам было привлечено 47 единиц техники и более 260 спасателей. Трудятся на попелище памятника архитектуры и киевские специалисты. Дмитрий Богомолов, Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.